Microsoft Expression Web 3 Super Preview Данное приложение ориентировано на веб-мастеров и людей смежных профессий. При помощи этой программы можно в максимально удобном виде сравнить отличия в отображении страниц разными браузерами. Итак, чтобы посмотреть, как будет отображаться тот или иной сайт разными браузерами, нам потребуется ввести его название в адресной строке, вот здесь. Помимо ввода адреса, можно выбрать и HTML-страницу с жесткого диска вашего ПК. Дождавшись загрузки сайта, мы увидим в двух окнах два на первый взгляд идентичных изображения. Однако, если присмотреться, отличие заметить все же можно. Наиболее просто сделать это, просто наложив эти картинки друг на дружку. Осуществляется эта операция вот этой кнопкой. Конечно, столь сдвоенное изображение не слишком приятно глазу, но зато сразу позволяет увидеть разницу в позиционировании элементов оформления страницы. Вернуть все можно, нажимая вот эти кнопки. Они отвечают за способ отображения страницы, вертикальную или горизонтальную компоновку, уже знакомые нам наложения и простой способ отображения одного варианта отрисовки на весь экран. В этом режиме переключать изображение из того или иного браузера можно, нажимая иконки браузеров в нижней кромке окна. Кстати, об этих иконках. Их может быть значительно больше. Чтобы убрать изображение с одного браузера, достаточно нажать крестик. А чтобы добавить, нужно нажать плюсик. Под данными иконками при наведении курсора на какое-либо место нашего сайта будет отображаться соответствующая строка кода. Для более подробного просмотра можно открыть и большее число строк, нажав на кнопку с надписью «Дом». Кстати, при переключении на разные браузеры, код сайта также может меняться. Выводятся только поддерживаемые браузером символы и команды. В правом нижнем углу окна доступен выпадающий список с предустановленными стандартными форматами экрана. В случае, если вам требуется какой-либо из форматов, не представленных в этом списке, можно воспользоваться самой нижней строкой этого списка. В появившемся окне можно будет указать произвольный размер окна браузера и посмотреть, как это изменит внешний вид страницы. Ну и последнее в нашем обзоре, но первые по востребованности. Инструменты работы с окнами отображения. Кнопка со стрелочкой включает режим выделения. Щелкнув по какому-либо элементу, вы выделите этот элемент, перейдя к соответствующему фрагменту кода. Выделить можно как конкретное слово, так и параграф, блок или целый слой. Инструмент «Рука» позволит подвигать страницу в области просмотра. Следующие два инструмента влияют на метод отображения выделений. Выбрав первую кнопку, мы сможем выделять нужный фрагмент страницы рамкой с затемнением, а выбрав вторую, затемнять все, кроме выбранного фрагмента. Кнопка с линейкой включает и выключает линейки вокруг изображения страницы. Как и в случаях с графическими редакторами, с этих линеек можно легко извлечь направляющие и замерить с помощью их, ровно ли расположены те или иные элементы. Убрать эти направляющие можно, просто перетащив их за пределы экрана просмотра. Следующая кнопка выводит в нижнем правом углу экрана вот такую картинку с общим видом сайта и подсвеченной областью просмотра на ней. Данную область просмотра мы можем подвигать, вслед за ней будет перемещаться изображение и в главном окне. Следующая кнопка позволит мгновенно скрыть или восстановить направляющие с линеек. И последние две кнопки, до этого момента остававшиеся нерассмотренными. Это масштабирование и традиционная справочная система с парой сопутствующих ссылок. На этом про данный инструмент, пожалуй, все. Субтитры создавал DimaTorzok